Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну, посмотрели на меня на Третьмиле, ну теперь новостной ролик. Зеленский взял да позвонил Путину. Ой, я бы ни за что бы не стал президентом Украины, хотя бы тому, что пришлось бы общаться с Путиным. Честное слово. Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе. Там четырёх убили украинских военных, и вот он позвонил, чтобы они прекратили убийство наших людей. Не знаю, чем Путин ответил. Так, гибель четырёх украинских военных в Донбассе. Сейчас везде вот об этом. Во вторник стало поводом для срочного разговора президентов Украины и России. Он написал, ой, сказал, вернее, Зеленский, я очень прошу вас повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей. Что ответил на это Путин, Зеленский не уточнил. Он просто таких слов не знает. Путин же матом основно выражается среди своих-то. Ну, как все партийные деятели. Кремль призвал Украину прекратить обстрелы населённых пунктов Донбасса. Вот тебе и нати из-под кровати. Кремль призвал Украину. Так это Зеленский призвал. Ну, не пойми, разберёшь, что творится. В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским. Ну, тоже, тут нет деталей. Ну, просто обсудили, урегулировали. Деталей никаких нет. Вот. Это только заголовок такой. В ДНР заявили о непричастности к гибели четырёх украинских силовиков. Они сами себя застрелили. Вот и всё. Да. Чё тут можно? Как тут можно комментировать, да? Если шизофреник перед тобой сидит и утверждает, что он Наполеон. Ну, как можно это комментировать? Да никак. Синоптики предупредили о погодном коллапсе в Москве. Ребята, дожди, грозы, порывы ветра 20 метров в секунду и всё такое прочее. И вообще, ва-а-ай. Ужасно. В четвёрке, в пятницу. Сегодня у нас, какой день у нас? Сольда сегодня. Вот завтра, послезавтра. Ждите. Учёные не видят никакой связи между видеоиграми и насилием. Ну, не знаю. Ну, дело в том, что это, знаете, учёные Американской ассоциации производителей ПО и компьютерных игр. Ну, они-то, конечно, не видят. Ребят, я вообще-то вижу. Вот, если честно, да, насмотришься вот этого, да? И, наверное, хочется пойти кого-нибудь убить. Ну, это мне так кажется. Российский самолёт на водородной тяге покажут на МАКС-2019. А почему не на конной тяге? В России всё ведь на конной тяге. Цирк на конной тяге. Самолёт. Ой. Глаза бы мои не видят. Ребята, некрасивые самолёты не летают. Это первое правило авиапрома. А этот какой-то, не знаю, у него винт крутится прямо перед стёклами этого водителя, пилота. Он же ничего не увидит. Вы чё? Ой. Так, в Госдуме может появиться рабочая группа по изучению иностранного вмешательства в России с телевыбор. Здрасте, приехали. Это вы во всех вмешиваетесь. А зачем в Госдуме-то? Ну, совсем им делать нечего. Ой, когда сибирскому коту делать нечего, он чем занимается? Вот они сейчас, рабочая группа, будет этим заниматься. Приставы устроили рейды по квартирам участников протеста 27 июля. Ну, ровно то, что я говорил в прошлом своём ролике. Да, они гнобят во всю Ивановскую. Всех гнобят. Ещё обходят квартиры вдобавок ко всему теперь. Да. Как бы чё не вышло из этого. В Копенгаде не произошёл взрыв у входа в здание налогового управления. Ну, чё? Первая мысль какая? КГБ. Вот ей-богу. Ну, как хотите. Чё хотите, со мной делайте. А ничего не сделайте. Я в Америке. Автобус въехал в установку в Долгопрудном. Есть жертва. Двое погибли на месте, двое госпитализированы. Это как? Под Московным годом? Долгопа её называют. Я знаю, хорошо это. Я ездил там. Много я там ездил, когда в армии служил. Как это так может быть? Я чё-то не понимаю вообще. Более трети москвичей положительно относятся к акциям протеста, которые проходят из-за предвыборной кампании в Думу. Ребята, а вообще-то это много. Вот треть. Всё-таки треть, да? Надо же. Интересно. Приехавший в Москву Квентин Тарантино прогулялся по музеям Кремля. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ладно. Зачем приехал? Ну, он чёлкнул этот Тарантино. Вот на него посмотрите. В глаза ему посмотрите. Когда он очистит, снимет тёмный. Он чокнутый. У половины российских семей есть непогашенные кредиты. Удивили. У всех американских семей есть непогашенные кредиты. Ну и чё? Нам это никак не мешает. Опа! Кремлёвский комбинат питания подал в суд на Киркорова. Вот это да. Обычно на комбинаты подают. А тут на Киркорова. То есть, Киркоров ещё хуже, чем комбинат питания. Да, ребята. Это что-то новенькое. Рокетлаб осваивает новый способ контролируемой посадки ракет. Вообще, ураган. Я ролик посмотрел. Короче, значит, ну, уже придумали, что вот эта отделяющаяся ступень, она плавно-плавно опускает на платформу. Опускается. Да, Илон Маск придумал. А эти хитрее. Короче, это отделилась ступень, да, потом она входит в плотные слои атмосферы, открывает парашют, потом вдруг ниоткуда появляется вертолёт с верёвкой, а на верёвке крючок. Как показать? Вот так крючок. И он этим крючком, опа, цепляет, и всё. И дальше везёт, ну как, везёт, не везёт, ну тащит, короче, эту платформу, и уже, так сказать, вернее, не платформу, а ступень, и уже тащит её на платформу и опускает. Интересно. Ладно. Вконтакте, а, соцсеть Вконтакте начала тестировать функции сокрытия количества лайков и репостов. Чё тут тестировать? У меня вон на Ютубе всю дорогу скрывают и лайки, и всё что угодно. Хм, надо же. А автобус, автобус с россиянами попал в ДТП в Турции. Ну, никто не, это не погиб, слава тебе Господи. Да. Чё вы туда ездите? Турок за рулём, это же, это очень опасно. Росстат назвал основные причины незанятости населения. Ну, какие, да, да, да. Ликвидация компании, сокращение штата, окончание действия трудового договора. Да просто увольняют и всё, к чертям. Чё тут? Орештин допустил замещение американских товаров в КНР российскими. Ну, Трамп поругался с Китаем, да, и там они какие-то торговые войны затеяли. И вот Орештин хочет теперь туда все. Продукты, питание, всё в Китай, всё в Китае. А россиянам вообще ничего. А зачем им? Господи, вам ничего не надо. Несправедливо, нечестно и трусливо. Это, знаете, кто пишет? Бенедиктов на Эхо Москвы. «Я чрезвычайно разочарован позицией рабочей группы ЦИКа. Из-за ошибки нотариусов оскорблять избирателей – это несправедливо, нечестно и трусливо. То же самое из-за дефектов базы МВД вычёркивать избирателей – отвратительно». Отвратительно! Вот он как говорит. Угу. Смелый какой, бородой трясёт. Названа причина смерти Аллы Вебер. Помните, я вам рассказывал? Вербер. Вербер. Фэшн-директор ЦУМа. А она, знаете, что умерла? Вот она. Ой, умерла. Та-та-та-та-та. Ну, в конце концов, скажите хоть. Тут где-то было. Так. Её госпитализировали из-за сепсиса. Заражение крови. Сепсис? Покушал в ресторане рыбную продукцию, и вдруг сепсис. Ребят, чё-то здесь не то, понимаете? Вот, ну, не то здесь. Так. Денег нет. В брошенных из-за взрывов под Ачинском домах побывали мародёры, ребят. Вот они их оттуда всех собрали, 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 собрали. Увезли, приехали. А денег нет. И денег нет. И... В общем. Всё. Им пообещали, что... Скомпенсируют. Да будут-то они компенсируют. Деджико Маншиле. Ну, я скажу, что у меня там был миллион рублей. Чё, мне скомпенсируют, что ли? А если правда был? Да миллион там откуда. Минздрав выявил тысячи случаев заболевания раком из-за вредной работы. Интересно вообще. Вот, допустим, если у человека в возрасте 60-65 лет, ну, это в России, диагностируется онкологическое заболевание, уже никто не интересуется, где он работал до этого возраста. А на самом деле, смотрите, если так вот посчитать, да, основная доля соответствующих злокачественных новообразований была выявлена у работников обрабатывающих производств 76%, в том числе металлургии 41% и строительства 12%. Лидерами в этой области стали профессии электрогазосварщика и электросварщика ручной сварки. Вот так вот. Больше всего профзаболевание было диагностировано в Красноярском крае, Мурманске, Оренбургское, Липецкое, Курганское. Да все подряд. Надо же. Минздрав нашел больше всего ВИЧ-инфицированных в Сибири и на Урале. Половина из новых ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2018 году, проживает в 15 регионах Сибири и Урала. Там больше всего ВИЧа. ВИЧа там больше всего. Надо же. Смертность возросла, все что угодно. И лекарств еще нет. Так, Дональд Трамп поехал в места, где были массовые расстрелы, да, Эль-Пасу и Дейтон. И зря он туда поехал. Вот зря. И вот там это. Ну, посмотрим, что получится. Интересно. Значит, на главу государства обрушился шквал критики. В то время, как господин Трамп видит причины насилия и психические расстройства, ну, он сказал, что они все психи, демократы возлагают вину на самого президента и его агрессивную риторику в отношении меньшинств. А тут нет противоречия. Психические расстройства. Ну, у Трампа же есть психическое расстройство. Вот. Все правильно. Вот это и есть причина. Он псих. Сам настоящий. Ой-ой-ой. Смотрите. Фух. Вы настоящий идиот, если хотите использовать массовые расстрелы для продвижения законов, направленных против иммигрантов. Не стесняясь выражениях, заявил конгрессмен-демократ Тед Лиу. Вот так вот. Бывший вице-президент Джо Байден в интервью с ИНН обвинил президента Трампа в поощрении расизма, фанатизма и идеи превосходства белой расы. Опа. Вот это да. Да. Посмотрим, как его там встретят. Как бы ни пришлось. Спасаться бегством. Он в Чикаго тут приезжал предвыборный, так убежал сразу. Не дали ему выступить. Курьезити обнаружил следы разлива рек и озер на Марсе. И вообще от нас, да? Ну, вот этот вот Курьезити, знаете, да? На Марсе там ползает такая штуковина. И вот, значит, это. Нашли какие-то гальку, да? Потом волнистое отложение глины и так далее. И там, скорее всего, на Марсе была вода. Но это когда-то очень-очень-очень давно. Так, и последнее. Бельгейтс купил картину Рембрандта всего за 500 евро. Тут вообще история интересная. Решив финансово поддержать случайного знакомого, он купил картину всего за 500 евро. Но картина была настолько хорошо написана, что мужчине посоветовали отдать её на экспертизу. Он был очень удивлён, когда ему перезвонили эксперты и сказали, что это подлинная работа Рембрандта, известная как «Портрет Иисуса». А цена его может достигать 30 миллионов. Счастливец, пожелавший остаться неизвестным, тут же выставил её на продажу и сообщил, что в вырученные деньги он намеревается инвестировать в свой любимый футбольный клуб. Интересно, я вот пока читал, подумал. Да, вот в России кто-то купил случайно картину того же Репина, да, ну или Рембрандта, неважно. Ну и вот он отдал. Как тут написано, мужчине посоветовали отдать её на экспертизу. Вот он отдал на экспертизу, а ему скажут, да, она стоит 3 рубля, и всё, и к себе загребут сразу. Вот, ребят, гадалки не ходи, я хорошо знаю русский характер. Ну ладно, всего хорошего. Доктор Влад с вами, может, ещё встретимся сегодня. Пока.